Всем привет! И вы на нашем канале Света и Дарины. И сегодня у нас мукбанг с бигбоном. Мы его уже заварили. У нас тут два вида бигбона, то есть разные соусы в них. В принципе, бигбон-то он одинаковый, соусы разные. Нет, есть вроде по вкусам, которые, к примеру, с курицей, там с... А, ну да, это с говядиной. В общем, мы тут сделали ошибку небольшую. Там был соус. Да. Один соус, в общем, гуляш, а другой соус томатный с базиликом. Да. Надо было его на уже свареной... На уже свареной лучше положить. Да, да, да. А я ещё, когда она сухая, сверху вылила этот соус и водой залила. И весь соус в воде остался. Ага. Поэтому, я не знаю, будет у нас чем-то отличаться этот бигбон. Посмотрим. В общем, тут огурчики, яйцо жареное и салями. Решила я что-то с салями. Салями-колбаска? Да. Вот такая колбаска. У нас тут, конечно, вилка. А сколько клюкве надо сказать? А, да, палочки. А, морс. Мы не сказали, что это морс. Можно, да. Клюква. Клюква. Что-то мне так морс захотелось. И палочки я взяла. Но не знаю, зачем, что мне так захотелось палочками попробовать. Но я, может быть, даже и не буду палочками. Ну, посмотрим. В общем, обедаем. Даринка после школы пришла. Я хочу палочками попробовать. Морс. Все-таки попробую. Ну, палочками очень напрягаюсь, и меня это даже разряжает. А это какая где здесь? Ой. Это томатный соус, а это соус гуляш. А я что-то запуталась у меня. Где томатный? А где гуляш? Ну, по-моему, это у меня томатный, а это гуляш. В общем, пробуем. Так. Решили сегодня вредный обед себе устроить. Как? Смотрите, я взяла. Салями. У меня эти палочки просто выбешивают иногда. Салями вкусные. О! Ну-ка, огурчик попробуем. Я даже огурец взяла. Конечно, Биг Бон вредная лапша. Она очень вкусная, скажу вам. Даже говядина. Сейчас, можно вот так сделать. Хотя говядину, если после рыбы брать, ну, морепродуктов, у меня самые нелюбимые. Какие? Стоп, соус и гуляш, и что еще? Томатный с базиликом. Слушай, мне кажется, это томатный с базиликом, потому что он темнее. Угу. Не знаю. Потому что я так предполагаю. Кстати, немножко вкусы отличаются. Ну, соусы все равно что-то прибавили. Но если бы мы с водой, допустим, да, это сейчас бы ели, то нам бы более отчетливый вкус был бы. Ну что, Даринка? Тебя не получается, да, палочками кушать? Ну, я тоже, конечно, не мастер. Но более-менее. Просто мы так близко сидим, что неудобно. Я боюсь, что Даринку тыкну этими палочками. Ну, естественно, не корейцы. Это вкуснее. С гуляшем, да? Да, ну, наверное, так предполагаю. Я думаю, что вот темнее, которое с томатом. Я даже вижу с томатом, потому что тут немножко соус есть сверху даже остался. Гуляш, соус вкуснее. Вот этот роллтон, где у меня с бляшом, действительно вкуснее, чем томатный с базиликом. Он томатный с базиликом какой-то специфический. Да. Такой какой-то странный. Яичницу как есть, конечно, не знаю. Я сегодня опять со школы. У меня тренировка сейчас будет. Вот. Все за школой в форме. Ой, и мне так сегодня классный руководитель засказал насчёт формы. Что-то не понравилось там что-то. Хотя, знаете, что только поменялось? Вот штаны у меня, Клёша, которых я ходила до этого всегда. Это кофта, которую подруга я забрала подруги. Я в ней вчера, я позавчера ходила. Но у меня только была булска под низом с галстуком. А сейчас я делаю просто чёрный топик, но я почти до конца застегнула, что топик только чуть-чуть видно. На крае буквально. Ей это не понравилось. Можно сказать, что я просто там из-за того, что чёрный там что-то, а не белый. Я не знаю. Ну, скорее всего, да. Она же не знает, что это топик. У тебя же кофта, и он закрывается. Как-то странно. Яйцо. Кушаю палочками. Ну, вот видите, насчёт формы-то мы говорили на предыдущем мукбанге. Всё-таки придираются в форме-то. Хотя я была несколько... Сколько? Нет, несколько. Я была в некоторые дни, когда у меня была моя чёрная кофта, я ходила в юбке. В чёрной, да. Юбке в этой чёрной кофте я поверх не застёгивала, а так. И футболка, чёрную. Чёрную футболку одевала. Она ничего мне не говорила за это. Но, знаешь, иногда учителя... Я думала, что она скажет мне, а тут у меня серая кофта, не чёрная. Тогда вообще, знаете, у меня была чёрная юбка. Чёрная футболка такая и чёрная кофта. Но она как-то не обратила, видимо, на тебя внимания. Ты как-то ей на взгляд не попалась. Вот представляешь, сколько детей. Иногда не просто кого-то не обращаешь на кого-то внимания. Вот когда у меня была физкультура... Я в первой парте всегда сижу. Я, знаешь, как хочу сделать? Вот так вот. А, желток, да? Смешать, как соус. Когда я вела физкультуру, и там отметки нужно было ставить, иногда я ставила... Ну, иногда. Как иногда? Практически всегда уже после занятия ставишь. Бывает, что во время урока, если что-то сдают дети, говоришь, допустим, ты там сдал на четвёрку или на пятёрку норматив. Некоторых девочек особенно. Ну, бывает и мальчиков. Ты просто не помнишь. Просто они настолько незаметны, что не то, что в чём они одеты. Ты просто даже не можешь их вспомнить, что они были на уроке или нет. Иногда на уроке проставляешь, кого не было. Иногда забываешь, допустим. И не можешь потом вспомнить, был этот ребёнок или нет на уроке. Вот настолько он незаметный. И причём это не один раз, это постоянно. А есть дети такие, что они прямо тебе в глаза бросаются. Это точно, сто процентов. Мы, наверное, сегодня вопросы почитаем. Мы же обещали... Кстати, забыла, как Ник. Мы обещали ему продолжить отвечать на вопросы на следующем занятии. На вопросы на следующем мокбанге занятия. Но мы забыли что-то. Стартом-то тогда. Что-то мы даже не открывали телефон, мы просто разговаривали про форму. Давай сегодня доотвечаем всё-таки. Нехорошо. Так, продолжим. Вопросы от подписчиков. Ещё раз почитаем. Английскими буквами ааа.линк.ааа. Три шестёрки. Какую страну, либо город вы бы хотели посетить? Почему? Так, стоп. А мы разве отвечали на этот вопрос? Стоп, подожди-ка. Ну, какие вопросы? Другие уже вопросы. А, кем вы себя видите через 10-15 лет, мы отвечали, да? Угу. Хотели бы вы завести ещё какого-то питомца? Если да, то какого? То какого? Не знаю, я бы, например, хотела завести знаешь кого? Кого? Шиншилу. Я давно когда-то очень хотела, но я бы сейчас тут не отказалась. Шиншилу. Вот. Потом, или попугай. Я бы так хотела попугай, чтобы научить его говорить. Угу. Тогда это должен быть большой попугай. Маленького ты не сможешь научить. Ммм. Только большие. Маленькие тоже разговаривают. А он только большие. Значит, большого. Это там. Я помню, я вспомню Киров, когда мы встретили этого... Не встретили, господи, мы в магазине, торговцы находили, там прям в зоомагазине были огроменные клетки, ну, застекленные такие. Угу. И там был попугай такой огроменный. Он вот такой, вот такой перекошенный был. Он страшный реально был. У него глаза были вот так вот. Угу. И он, как ты знаешь, как он, я не знаю, как он закрепился на стекле. Он из стекла просто угла вот такой вот стоял такой. Да, у него такие когти. Такой вот стоял вот так. И как-то он так держался. Да, это так страшно. Мы ещё, помнишь, мы искали там, где этот? Да, да. И смотрим. Боже мой, это так страшно. Всё такое ночью увидеть. А он на тебя со стороны смотрит, а ты даже его не замечаешь. Да. А я бы хотела очень собаку. А, да. И хотела бы... Я давно уже... Даже мы щенка видели. Йокширского терьера. Но не стали заводить. Когда вот Милку мы брали, там были щенки, помнишь, Йорка? Я ещё такая думаю, о, нужно взять. Слава богу, мы не взяли, я не представляю, что бы и котёнок, и щенок. Это слишком большая нагрузка. Но мне бы хотелось. Да, вот два продавца, которая у него не только... У него вот были котятки вот эти маленькие и ещё щенки. Да. В квартире причём. Я думала, господи. Короче, такой зоопарк. У них там весело. Дальше. На кого Даринка хочет поступать? Это очень сложный вопрос. Мы хотим, чтобы она на, допустим, инженера поступила или на айтишника, то есть... Кого? Айтишника? С информационными технологиями. Что-то связано. А на программисты ни за что я не пойду. Ну, не обязательно программистов. Там же есть разные направления. А сама Даринка, я не помню, куда ты хотела? Я хотела на этом. Я уже не сбылась на... На архитекторов. В принципе... На архитектора тоже неплохо. Я бы даже, наверное, не отказалась бы, если бы Даринка пошла на архитектора. Ну, а вроде бы ты хотела ещё на дизайнера, да? Что-то такое. Ну, я когда услышала, что на дизайнера надо сдавать историю, я передумала сразу же. Даринка не любит историю. Ну, единственное, ну, это ещё зависит... А обычно, знаешь, ещё как? Я почему-то... У кого все старшеклассники, почему-то... Когда их спрашивают, они сначала не думают, куда поступать, а какие предметы думают сдавать. А мне кажется, это же неудобно. Ты же должен потом будешь искать профессию, которая только на эти предметы. Да, конечно. Каждой профессии свои предметы сдаёшь. Так вот, и... Ну, из предметов я бы, наверное, смогла сдать. Ну, понятно, русский математикой не считается, наверное. А то... А есть ли дополнительная математика? Физику, может быть, потом... общество, наверное. Общество, по-моему, все сдаёт. Ну, просто самое такое простое. Хотя нам показали какую-то консультацию, или что это? Там надо статьи, вот эти законы. Да, на самом деле... Учить. Там много учить нужно по обществу. Ну, общество, оно самое понятное. Да. Угу. И там не надо... Да, на самом деле, ну, не считая вот этих статьй, там не надо сильно знать. Я бы сказала, что общество... Это намного легче. Математика... Там не нужно заучивать. Мы иностранные. Ну, вот я не считаю только эти статьи. Но факт, что это легче. То, что ты можешь догадаться, к примеру, в той же контрольной. Да. Угу. Да. Может быть, ещё... Я не знаю, биология, география, но так. География для меня чуть полегче, чем биология, наверное. Потому что, когда... Биология, вот эти клетки, вот эти вот... А мне нравилось это изучать. Вот эта клетка, вот это всё. Я обожала. Такое непонятное для меня. Нет. Нет, я, конечно, люблю, мы много рисуем по биологии эти всё. А, кстати, мы тоже рисовали. У нас, по-моему, это много рисуем. И, в принципе, отметку-то легче получить. Но это запомнить. Не запоминается мне вообще. А география полегче. И земля, мне кажется, интереснее изучать, чем вот это вот животное. Кстати, мне нравилось из биологии больше изучать, когда про человека было. Про животных мне тоже, на самом деле, не очень нравилось. Ещё про растения это ещё куда не шло. Вот самая моя нелюбимая биология была про животных. Почему-то. Не знаю. Ладно, дальше идём. Были ли у вас страшные истории? Если да, то какие? Ох, прямо страшные такие истории. Прямо таких, чтобы страшных-страшных. Не было, наверное. По крайней мере, я сейчас не вспоминаю такого. Такого. Что-то прямо что-то страшное. А у тебя, Даринка? Страшное что? История какая-то у тебя была. Что-то такое прямо страшное. Я кушаю. Понятно. Даринка напала на эту лапшу. Она, кстати, обожает очень. Тогда мы дальше идём. Значит, у нас не было, да? Мы же были, я уже не помню. Да, значит, они, наверное, не такие уж и страшные, раз мы не помним про них. Могу страшные сны рассказать какие-нибудь. У меня было всегда много очень. Ну, это мы можно, наверное, отдельный мукбанг с нам, кстати, посвятить. Можно даже будет на следующем. Почему я хочу сказать занятие? Что у меня занятие? Вот я провожу занятие, и у меня почему-то в голове это слово. На следующем мукбанге. С кем из знаменитостей вы бы хотели встретиться? О, честно, я как-то не задумывалась, что вот с какой-то знаменитостью встретиться. Мне никогда не было такого, что вот мне бы хотелось. Но если так пофантазировать, с какой бы мне знаменитостью прямо. И как-то этим знаменитостям не придаю никакого значения. Такой же буква для этого вопроса. Да. Знаете... Я ни с кем. Если вот сейчас, то как-то... Даже не знаю. А вот если бы меня раньше спросили, лет 20 назад, я бы хотела встретиться с Брэдом Питтом. Мне одно время этот актер очень нравился. А когда-то давно тоже. Мне нравился певец Робби Уильямс, по-моему. Да. Вот. И я бы тогда, если бы меня спросили, я бы с ним, например, захотела бы встретиться. Вот. Только вот, наверное, вот эти два. Два этих знаменитостей. В принципе, я бы сейчас не отказалась с ними встретиться. Хотя нет, я бы, может, не отказалась встретиться с какой-нибудь мангакой. Что это? Блин. Манги, которые пишут. Афтер Манг. Понятно. Мангф. Или Мангф тоже. Какую страну либо город вы бы хотели посетить? Почему? О, страну или город. Я очень много бы хотела разных стран посетить и много городов. Если я тут буду перечислять, особенно бы очень хотела в Финляндии выхлоповать, в Германии, в Италии. Кстати, в Корее даже недавно вот я задумывалась, а куда бы я хотела поехать? Мне почему-то так Корею захотелось. Хотя раньше никогда даже про Корею не вспоминала. В Корее бы очень хотела побывать. Да, тоже, наверное. Ой, уже почти все съела. Надо уже, наверное, заканчивать. А из городов? Ну, города это в тех же странах. в тех же столице. Допустим, Финляндия, там, не знаю, Берлин, Франция, какие там еще, Корея. У нас столица Сеул. А если наши города, снова в Питер хотела поехать. В Крыму какие-то города. Особенно в Крыму я бы хотела в Ялту съездить. Город такой. Мечтаю просто. вырезать надо будет. Мечтаю просто в этот город съездить. А я бы хотела из городов, из стран, из городов, которые в России, да где, уже все, везде было. Может, только в Ярославль, потому что это так не было. Ярославль, я бы хотела. А, в Йошкароу только еще, потому что тоже не было. У меня было несколько подруг, которые были в Йошкароле, и я такая спрашиваю, вот в Казани были? Она говорит, а вот в Казани мы не были. А мы уже в Казани столько раз были. Я говорю, я куча раз в Казани была, но ни разу в Йошкароле не было. А Йошкароле и Казани не очень близко. Близко, близко. Еще Новгород, господи, Нижний Новгород тоже близко, куда все едут поступать. Нижний Новгород я бы тоже не отказалась, там ни разу не было. А в страны какие ты хотела бы бывать? Еще, кстати, города я бы хотела, ну, вроде это как город в Японии, Рапонге, из Одноманги, короче. Это в Японии? Это в Японии есть город такой, да. Вот. Или в этот в Сеу, который, это и в город в Корее, короче. Да? Тоже крутой, вроде, город. Ну, магично. А из стран? Я бы еще хотела на родине Деда Мороза у нас побывать. Как же он называется? Забыла город, как называется, извиняюсь. Я тоже забыла. Он близко, кстати, от нас, примерно как Киров и 5 часов где-то 6 от нас. Я тоже забыла. Я в детстве туда так хотела из-за Деда Мороза. Да, извиняюсь, забыли, как этот город называется. Напомните нам в комментариях. Вот сюда бы я хотела почему-то сесть, не знаю, мне что-то мечта всегда была туда упасть. Хотя он близко от нас, но ни разу не было. мне вылетело просто из головы. Но в странах я говорила, ну, в Канаде, в Канаде, да, или в США. В США бы хотела, Фома? В США, там, ну, короче, там, в Америке что-то. Потом, этот, Финляндию бы хотела. Конечно же, Япония и Корея. Китай, кстати, я бы не хотела. Нет, Китай тоже. Я бы тоже не хотела. Китай, не знаю, почему. не хочу. Мы, кстати, на географе проходили, короче, больше всего населения, знаешь где? В Китае. Там полтора, вроде, миллиарда. Давно очень. А в России, кажется, всего сто с чем-то тысяч. Когда я училась, тоже нам говорили, что в Китае больше всего народа. Давно у них. На Китае вроде он тоже очень большой, но... Китай большой. У нас Россия самая большая, а... А Китай может... На втором месте даже. На втором или на третьем. Да. Что-то я уже географию подзабыла, честно говоря, в этом плане. Ну, людей там сколько, там сколько раз больше. Это вообще... Китай, это всегда у них так было, у них много людей было. Всегда. С другой стороны, у нас всё с Китая, вообще. Да. Но мы и соседи, с другой стороны. Мы соседи. Ну что, заканчиваем мукбанг? Ну что, мукбанг отличный. Естественно, лапша быстрого приготовления, она не может быть вкусной. Ну, мне с гуляшом бы не понравилось. Не может быть вкусной? Ой, не... Лапша быстрого приготовления не может быть невкусной. И тем более с огурцом, кстати, с яйцом и с солями очень сочетается. Мне так понравилось, да. Я правильно сделала вот это вот сочетание. Ну что, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok